Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в Химках проходили масштабно. На старт вышли почти 900 участников со всей Московской области. И это спортсмены разного возраста. Здесь участвуют дети, родители и даже как бы семьи, бабушки и дедушки даже участвуют. Все возрастные категории, все в таком доступном режиме. И я бы так сказал, примерно половина участников из городского округа Химки. Соревнования по спортивному ориентированию проходили в парке Подресского. Перед стартом каждому участнику выдают традиционно схему маршрута. Они абсолютно одинаковые, не пугайтесь. Все спортсмены должны преодолеть определенный маршрут, используя карту и компас. Задача – быстро сориентироваться в незнакомой местности. Но чтобы быть первым на финише, как говорят сами участники, здесь важна не только хорошая физическая подготовка. Что мне понравилось, что это лес, что это красиво. И кроме того, что это беговуха, еще нужно работать головой постоянно. Среди участников состязаний как новички, так и опытные спортсмены. Дмитрий Лапкин уже 20 лет занимается ориентированием. Улегся еще будучи школьником и с тех пор старается участвовать в каждых стартах. Занимаюсь регулярно, часто бегаю в соревнованиях. Первые соревнования были в 10 лет какие-то местные, типа школьных. И вот сейчас продолжаю ездить, вожу своего ребенка, семью, стараюсь увлекать знакомых. Итак, имена сильнейших участников на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию определены. И в числе победителей, а также призеров есть спортсмены из Химок. Юлия Самошина, Вильфрид Димковский. Новости Химки ТВ.